МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 о новостях Волгограда и области. На стадионе Волгоград-арена засеяли газон для создания травяного поля израсходовано 700 килограммов семян. Строительный мусор с площадки демонтажа дома на Университетском проспекте вывозят подозрительными маршрутами. Варианты общения с агрессивными футбольными фанатами на учениях отработали сотрудники Волгоградских спецслужб. К решению проблем обманутых дольщиков в составе рабочей группы решили подключиться региональные законодатели. Сегодня впервые со времени возникновения в регионе проблемы недостроенных домов в областной думе в рамках парламентского часа в широком формате прошла встреча инициативных групп обманутых дольщиков с руководством региона. Людям рассказали о шагах власти по поиску выхода из ситуации. Я все объекты объехал лично, уважаемый товарищ, чтобы всем было понятно. На протяжении всего этого времени все объекты лично. Не везде мы проводили встречи публичные, не везде эти встречи проходили в формате дискуссий. Мы проводили встречи, либо индивидуально смотрели объект, все 46, а было их 48. 46 объектов. И по каждому объекту мы проезжали, в том числе и я, с застройщиками или с инвесторами, которым мы предлагали зайти на этот объект. Сегодняшняя встреча местами носила эмоциональный характер, до конструктив преобладал. Участники долевого строительства смогли задать все интересующие вопросы и услышать информацию по объектам. С некоторыми из них по-прежнему все непросто. Это ЖК «Европейский» и «Доминант». А в случае с «Ахтуба Сити Парк» удалось выйти на переговоры с инвестором. Несмотря на сложность положения, в котором оказались некоторые долщики, восприняли встречу с оптимизмом. Я думаю, что все будет хорошо, надо тебе проделать, потому что я тоже 11-й год, что все опортировала. И получу ее только в 19-м. Очень жаль. Бегало нервничало, но не в первую очередь. Спасибо вам огромное. По итогам встречи в региональном парламенте было решено создать рабочую группу по проблемам обманутых дольщиков. К этой работе пожелали подключиться и несостоявшиеся новоселы, и представители всех фракций в областной думе. Подозрительными действиями подрядной организации сопровождается активный демонтаж дома номер 60 на университетском проспекте Волгограде, где 16 мая произошло обрушение конструкций из-за взрыва газа. Активисты «Зеленого патруля» провели расследование и выяснили, что часть строительного мусора вывозится вовсе не на официальные полигоны размещения ТБО. Нам совершенно непонятно, почему именно эти места используются для выгрузки этих отходов, потому что ничего общего с полигонами ТБО или станциями обработки вторичного сырья это не имеет. И поэтому мы считаем, что здесь контролирующие органы должны очень приметно разобраться, куда же все-таки ведутся отходы с данного дома, потому что объемы велики. Видеосъемка велась на всем протяжении маршрутов. В конечных точек оказалось несколько. Балка в Советском районе, овраг на улице Шопена в Дзержинском районе и балка Засхи. «Зеленый патруль» зафиксировал все номера машин, водители которых благополучно сваливали остатки дома на университетском проспекте в несанкционированных местах. Представители подрядчика ООО «Астра» в свою очередь утверждают, что договоры с полигонами ТБО у них заключены, а кирпич подвергается дроблению и идет для укрепления дорог. Действия спецслужб во время проведения крупных спортивных мероприятий отрабатывались сегодня в ходе учений в Ворошиловском районе Волгограда. На объекте возможного проживания команд-участниц предстоящего чемпионата мира по футболу было отработано немедленное реагирование полиции на изменение оперативной обстановки. По замыслу учений фанаты спровоцировали беспорядки и заблокировали автобус с игроками. Наряды полиции вытеснили и задержали наиболее агрессивных и доставили в отдел полиции. На этом учения не закончились. К отделению подтянулись недовольные действиями силовиков-болельщики. Они требовали отпустить задержанных. Это спровоцировало стычки с полицейскими, но в итоге стражи порядка совсем справились. Во время учения никто из жителей неудобств не испытал, движение транспорта не ограничивалось. На футбольном поле стадиона Волгоград-Арена, который возводится к чемпионату мира по футболу 2018 года, посеяли газон. Примерно через месяц трава должна взойти. Футбольное поле соответствует всем требованиям необходимым. Оно состоит из нескольких систем. Система дренажа, корневой аэрации, система орошения, соответственно, включает в себя систему подогрева. Через месяц мы будем производить систему стабилизации корневой зоны или, другими словами, прошивку полимерными нитями. Поэтому поле будет самого высокого качества. Для прошивки газона потребуется 46 тысяч километров полимерной нити. Это сделает травяное покрытие крепким, а система аэрации будет выводить излишки воды с поверхности поля и насыщать кислородом корневую систему газона Волгоград-Арены. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин